С возвращением жаркой погоды жители Самары потянулись на пляжи. Кто-то загорать на песке, кто-то играть в волейбол на берегу, кто-то освежиться в воде. По данным синоптиков, Волга в районе областной столицы прогрелась до 19 градусов. Некоторые жители и гости города предпочитают уединенные озера и небольшие речки. Я предпочитаю вообще любые водоемы, но, скажем так, безопасные. Летом Самарская область – это Волга, это самый любимый мой водоем. Плаваю практически каждый день. Да часто, когда жарко, купаемся, и на Волге купаемся, и в озерах купаемся. Я плавать не умею, не загораю, ничего. Дети ездят, им нравится. В Самаре, да, здесь на Волгу они ходят. Пока еще нигде не купалась. Предпочитаю в морях. В Волге крайне редко купаюсь. Вода холодная для меня. Если только на море ездим в июле, тогда купаюсь. Летом жару, конечно, в Волге. Здесь однозначно, потому что набережная в Самаре – самое лучшее в Поволжье. В озерах тоже, но в озерах это надо ехать. Конечно же, наша Волга-матушка, но не так часто, как хотелось бы. Где-то раз в месяц, может быть, раз в два месяца. Пляжный отдых – одно из любимых развлечений самарцев. Однако он таит в себе много опасностей. Александра Сергеева, тренер по плаванию, рассказала о том, какими первоначальными навыками должен обладать человек, чтобы уверенно чувствовать себя в воде. Любое обучение плавания, оно всегда начинается с правильного дыхания. Объясню почему. В воде мы дышим немного по-другому. Не так, как в обычной жизни. То есть мы с вами общаемся, мы даже не замечаем, как мы делаем вдох, как мы делаем выдох. Дыхание в плавании, оно цикличное. Вдох мы делаем ртом, набираем воздух в легкие, закрываем рот и выдыхаем носом. Если в обычной жизни мы просто дышим либо носом, либо ртом, то здесь вдохнули ртом глубоко и на шею счетов выдохнули носом. На пляжах всегда многолюдно, и это увеличивает риск различных происшествий. Если человек попал в экстренную ситуацию на воде, важно придерживаться определенных правил поведения. Ни в коем случае нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и во время неблагоприятных погодных условий. В экстренной ситуации, если никого рядом нет, желательно, первое, это лечь на спину, расставить руки в сторону, свести лопатки и прогнуться в поясницу. То есть самое простое, что вы можете сделать, это лечь и полежать на воде. То есть у вас лицо будет, во-первых, на поверхности воды, вода у вас не будет захлестывать, и вы сможете хотя бы дышать. Умение плавать не только спасает жизнь, но и позволяет чувствовать себя уверенно и спокойно в любых ситуациях на воде. Несмотря на то, что Самара город на Волге, некоторые жители не умеют плавать из-за боязни воды. Аквафобия является довольно распространенной проблемой, но преодолеть ее можно с помощью тренировок под руководством профессионалов. Именно поэтому Надежда Ермолаева записалась в бассейн. Была, конечно, мечта научиться плавать, потому что мы каждый год с семьей ездим на море, или на турбазу в Самарской области, там все-таки в бассейне, все. Вся семья плавает, я нет, воды боялась, даже вдоль портика немножко, и мешая воду в портике. И в этом году у меня появилась мысль, что мне нужно обязательно научиться плавать, и обязательно, конечно, нужно довериться профессионалам. Регулярная практика, поддержка близких внимания к собственным ощущениям и соблюдение правил безопасности помогут насладиться летним купанием и получить от него максимум удовольствия. Августина Охременко, Валерий Майоров, События.